Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара, и мы продолжаем играть, и сейчас находимся в запертой комнате. Как нам выбраться? И как мы отсюда выберемся? Я не знаю. А, здесь есть окно. Выбраться невозможно. А, нового за решетками. Тут выбраться невозможно, нам надо придумать. Думаю, мы сможем протиснуться через это окно. Окно заклинило намертво. Нужно найти способ его открыть. У нас есть этот остренький, как он там называется, резак или тесак. Окно открыто. Но оно чертовски тяжелое, нужно чем-нибудь его подпереть. А, сейчас, и такое тоже имеется. Хорошо, теперь мы сможем выбраться. После вас, друг мой. Хорошо, Холмс. А сам вылез первый. Так, подожди, мы, значит, отсюда выбрались. Нам нужно взять этот шприц. Уложить охранника. Правильно? Пора действовать, Ватсон. Отвлеките Громилу, что стоит у входа. Что? Но почему я? Вы же боксер, в конце концов. Я не прошу вас с ним драться. Просто подманите его ко мне. А, хорошо. Полагаю, успокоительное это для него. Какая проницательность? Ваша задача как-то приманить охранника ко мне. Удачи, Ватсон. Ээээ... Сэр, будьте любезны, подойдите сюда. И что, мне надо быстро в него воткнуть шприц? Тык! Что, не получилось, что ли? А, он не заметил? Опять вы? Я же вам сказал, не на что тут смотреть. Разве не понятно? Все, все, мы поняли. Давай еще раз. Пойдем. Ваша задача как-то приманить охранника ко мне. Удачи, Ватсон. Мне надо подождать, когда он пройдет мимо. Ваша задача как-то приманить охранника ко мне. Удачи, Ватсон. Со спины его ударить. А я выскочила рано. Вот так. Поставили же мой мукол, нет? Не успели? Там был значок, что уже можно было поставить. Подожди. Как раз него. Получилось? Да. Ну, а что? Теперь мы можем идти туда. Он же подключки. Так. Нет, не туда. Надо застать их врасплох. Доберемся до коридора по этой лестнице. А это их комната, где они сидят, да? Вон они. Как он вообще понимает, что этот говорит, чувак? Рычит просто. О-о-о. Холмс, постойте, что же вы делаете? Нет! Стойте! Руки вверх! И чтоб не с фокусов! Вы арестованы. Уведите. Ну что ж. Пусть так. Идемте. А как их арестовали-то? Он ведь не вызывал никого. Позже. Зачем мы вернулись на Бейкерстрин? Разве не лучше было бы вместе с Бейнсом допросить преступников? Нет. В руках полиции негодяи будут молчать. И вы это знаете. Им грозит виселица. Признаться, я ничего не понимаю. Возьмемся за другие зацепки. Давайте взглянем на карту Лондона. Кенинстон, тюрьма. Тюрьма, он сказал, нам не подходит. Вальчепов, там уже были. Здесь живет племянник епископа. Снимает комнату на первом этаже. Так, да-да-да, мы же хотели допросить еще племянника. Да? Что вам угодно, джентльмены? Добрый день, мэм. Нам нужен ваш постоялец, Генри Хэнфорд. Его нет дома. А я, как вы понимаете, не открываю дверей незнакомым людям. Вокруг полно проходилцев. Об этом мы и хотим поговорить. Вы из полиции? Нет. Генри наш друг. Его беспокоят подозрительные типы, которые снуют вокруг дома. Мы здесь по его просьбе. Я не удивлена. Мистер Генри, хоть и чудаковат с виду, но он умный, отзывчивый человек. Видимо, он заметил, как я переживаю. Утром у меня пропало постиранное белье. Скорее всего, кто-то из этих жуликов его стянул. С этого мы и начнем наше расследование. Позволите осмотреть ваш сад, а потом заглянуть в комнату нашего друга. Я не возражаю насчет сада, но пустить в комнату, вы же понимаете, без его ведома... Понимаю. Что будем делать дальше, Холмс? Давайте осмотрим сад. Ну, что, и собирались сад осмотреть, а потом уже разберемся. Так, это, наверное, калитка в сад. Закрыто. Здесь закрыто, здесь замок. Идешь? Здесь кое-что интересное. Мне нужно что-то еще. А, здесь что-то интересное. Ну, мне что-то нужно для того, чтобы посмотреть. Эта доска здесь недавно. Возможно, откуда-то переставлена. Она подогнана лучше других. Дыру просверлили совсем недавно. Так, что нам это дает? А что мне нужно еще? А мне ничего нету, но уж этого есть. Больше ничего нету. Пойдем искать. Надо, наверное, что-то найти сначала. Так, выход. Так, так, так. Саженцы. Какая-то фан, что ли, там. Подожди, лейка. Грабли? Зачем они, Холмс? Ну, мало ли. Мы собираем все. От совочек тебе не надо? Леечку. Затопчем тут у нее все посадки. Так. Грабли. Закрыто. Там закрыто тоже. Тут должен быть за стол. Небольшая кирка. Кирка, еще что-то есть. А вот эти тебе не надо? Секатор какой-то. Что-то типа этого. Так, что присоединяйте. Да, кстати, вы, я знаю, что не надо двигаться на стрелку. Внимательно все осматриваем. Привязанные одна к другой жестянки с едой. Для чего? Провод достаточно длинный. Думаю, это примитивные ловушки, которые должны сигнализировать о появлении непрошенных гостей. Ну и кавардак. Да. Так, кажется, мы все осмотрели, да? Да? Да. Кавардак, кавардак. Слушай, у меня, короче, есть... Есть... Вот эта штука сейчас, наверное, будем ковырять. Ну, вроде все. Здесь кое-что интересно. Ну, давай вот этой. Мы можем идти. Угу. Проломились. Так. Остатки трапезы. Кто-то был здесь, причем довольно долгое время. Газета четырехдневной давности. Слежку за племянником установили задолго до того, как был убит епископ. Кто-то сидел тут и следил. По нашим оценкам, разгорающийся продовольственный кризис угрожает примерно половине населения Лондона. К квартала, где проживает беднота, ситуация в настоящий момент близка к критической. Если власти не вмешаются, нехватка пищи, которая в этих районах столицы ощущается крайне остро, может в скором времени перерасти в настоящий голод. От которого от истощения и голоду умирает же... Ничего интересного. В больнице-то сколько в ночь стали умерла? Вообще же ужас. Как я и думал. Комната Генри отсюда отлично просматривается. Ну вот, они здесь сидели, ели, тут просматривали. Комната Генри. Она получается, подожди, на первом этаже? Как я и думал. Ага, вот это вот, да? Как шум, не узнать. Все еще у них тут есть. Тут все расколотили. Тут все еще есть. Сдается. Сдается. Здесь ничего интересного, ничего важного. Ну все, мы так-то ведь сад осмотрели, что нам ограбленным зачем? Надо чем-то где-то порыть, порыть что-то. Тогда это должно быть заметно на земле, да? Если это надо покопать. Мы их сейчас выберем, на всякий случай. Чтоб, если что, взаимодействие было. Ну вот это... Вся местность непонятна для чего. Кроме сдается, мы здесь больше ничего не видели. Может быть, это нам пригодится как информация. Ну что-то вот, мне кажется, раскопать ими что-то надо, нет? Не знаю. Это мы просто посмотрели, что шнур длинный. И все. Может, к женщине вернуться? Закрыто. Ну тут закрыто. Здесь тоже закрыто, замок висит. В этом нет необходимости. А что тогда? Мы уже все ведь осмотрели-то. Может быть, этот вот сын нам что-нибудь подскажет. Ну-ка, стой. Что вы об этом думаете? А, ясно. Ничего не подскажет. Пришлось достаточно долго тут бродить, пока я не увидела... Вот это. Ну это было прям так неочевидно, что, да, пришлось тут потупить. Давай, возьми. В этом нет необходимости. Ты упал, что ли? А, я поняла, о чем. Ткань порвана. Очевидно, она зацепилась за ветку, когда вор перелезал через ограду. И когда он прыгнул, пиджак остался висеть на дереве. Теперь у нас есть пиджак. Мы можем, наверное, к той женщине подойти, да? А если мы отнесем эти вещи домовладелице? Само собой, Ватсон. Домовладелица, да. Так, она нас ждет штук, наверное. Она не ждет. Не это белье у вас пропало? О, да, это оно. Где вы его нашли? На земле. Очевидно, его попросту сдуло ветром. Значит, его не украли. А мне было бы спокойнее, если бы я знала, что те прощелыги – обычные воришки. К сожалению, это не так, мадам. Дело куда серьезнее, чем вам кажется. Судя по всему, эти люди следили за Генри. Позвольте нам осмотреть его комнату. Боже мой, да что ж такое-то? Проходите. Первая дверь налево. Там открыто, он не запирает. Никогда? Никогда. Ну, вы знаете, он все делает не так, как принято. Живет в своем собственном мире. Когда вы видели его в последний раз? О чем с ним говорили? Вчера утром. Он пробурчал что-то. Я не всегда понимаю, что он говорит, когда вообще говорит. Иногда я задаю ему вопрос, а он смотрит в сторону. В пол, в потолок, как будто не слышит. Я сначала удивлялась, потом привыкла. Да, я понимаю, о чем вы. Полагаю, иногда он бывает нервным. О, да. Если что-то его выведет из себя, он становится таким раздражительным. Оно и успокаивается тоже быстро. Только что и кипело, вот уже замер, как статуя. Странный, короче, он. Так, сюда. Он достал шарф, но забыл его взять. Да и вообще раскидал что-то тут все. Ну, давай начнем потихоньку. Газета. Свеча еще горячая. Погасла недавно. Зачем жечь свечи днем? А может, нам ее поджечь? Что это за странное сооружение? Ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Шарф. Что это за странное сооружение? Так, а мы здесь можем еще что-то сделать? Мусорную корзину опустошили, а затем кто-то бросил в нее обрывки бумаги. Судя по запаху, там еще лежала луковица. Лук? Давайте положим клочки бумаги на стол. Давайте. Вот сюда, наверное. Где там? О, ты что, хочешь, чтобы я собрала? Черт. Какой ужас. А карандашом потом, наверное, что-то прочертить надо будет. Так. А как я пойму-то? Подожди. Вот это, наверное, край. Скорее всего. А еще и крутить надо будет. Ну, пипец. Вот так, я так думаю. Так. Вот это. А можно? Вот так. Блин, мне кажется, это не собрать. А можно как-то это пропустить? Так, ну, допустим. Это не подходит. Во. Это точно сюда. А это? Блин. Так. Это вот тут, наверное. Просто повернуть. Вот так. Хотя, может быть, и нет. Так. Непонятно ничего. Стойка. Ну-ка, а если бы повернуть? Вот так. Подходит же, да? Так. Верти, крути, как знаешь, блин. Так. Вот так. Нет. Ну и репус. Ну, блин. Что-то это надолго я чувствую. Я только что с этим садом разобралась. Теперь такое подсунули. Так. Ну, это может быть низ, наверное. Так. И еще. И еще. Тут вот не очень разорвано. Надо поискать где-то более-менее ровный край. Может быть, вот это? Только мы ее... Оп. Вот так. Подходит, нет? Ну, давай вот эту повернем. Так. Нет. Фигня какая-то. А вот с этой стороны-то, кстати, подходит. А вот с этой нет. Вот тут вот сходится. Блин. Подожди, тогда. Тогда. Это может быть... Это может быть... Вот так. А это наоборот сюда, да? Может быть, вот так. Потому что вот тут-то сходится разорванный край. Так. Ну, тут должно быть что-то сильно заляпанное, раз с этой стороны ляпано. Давай. Давай смотреть. Давай смотреть. Так. Повернуть. Так. Это не может быть так. Еще повернуть. Тоже не так. Как? А что тогда? Как? Ай, блин. Ну. А, кстати, вот тут же тоже все ляпанное. Вот оно откуда. Да, ведь? Да, даже пятно совпало. Да-да-да. Так. Фига, я Шерлок. Так, подожди-ка. Тут-то не сходится. Куда вот сюда можно прилепить? Тут более ровный край. Ну, блин. Так, ладно, иди пока отдыхай. Сейчас мы тут. Погадаем. Как это куда-нибудь пришпандорить. Пипец, конечно. Осталось, кстати, не так уж много кусочков. Блин, ну оно может быть... Так, ну давай. Может быть, чего-то не хватает, кстати. Здесь, может быть, и не все кошки. Так. Тут вот? Нет? Сюда вот надо еще как-то придумать. Но тут должно быть сверху запачканно. По-любому же. Угу. Это примерно отсюда, откуда-нибудь. Так. Почему нет? Да, есть пропустить. Дайте пропустим. Тут-то пипец. Бумага чиста с обеих сторон. Все труды впустую, Холмс. Может быть, и нет, Ватсон. Нагреть, наверное, надо-то. Как раз-таки. Где оно у тебя? Что это за странное сооружение? Примени бумагу. Э. Так, а может быть, нам... Стойка. Может быть, нам с прищепками соединить? Нет? С шарфом? Ха-ха-ха. Так. Тут жечь их. Чего? Я не знаю. Что это, говорит, за странное сооружение? Ну, пока нам еще ни для чего. Непонятно для чего. Карандаш возьми, нет? Мне кажется, он пытался здесь прочитать бумагу. Нагрел, потом порвал, нет? Мне нужно что-то еще. А, тебя еще что-то надо. Да, они все нашли. Ну, давай походим поищем. Внушительная библиотека для того, кто живет один. Неужели он все это прочел? Да нет, конечно. Впечатляет. Может быть, он сейчас ушел с собой, забрал, положил в него что-нибудь, например. Здесь кое-что интересное. Щепки. Что ты хочешь? А он их не хочет осматривать. Что? И все? Ты только это хотел спадать? А, ну что ли. Посмотрим. Так, она тоже непростая, да? Найдите способ открыть коробку. Ну, тут вот цифры какие-то. Он нацарапал для себя цифры кода от замка. Латсон, запишите их. Два, семь и четыре, что ли? А какие или верхние? Мне не хватает информации. Так, ему не хватает информации. Цифр недостаточно. Значит, мы должны узнать, какие цифры ему нужны были. Какие больше всего подойдут, да? А это, наверное, шифр-то как раз-таки на листочке и записано. На листке, который мы собрали из обрывков, ничего нет. Странно. И запах лука. Лук он потереть? Лук? Бумажку надо потереть луком. А где все лук-то возьмут? Что? Грязный такой. Это у него пинджак. Тут кто-то вытряхнул сумку. И ты не хочешь осмотреть? А там ничего интересного нет. Запах лука. Подожди, я. А нельзя? В ведре еще его взять нету. Почему-то он не хочет меня с прищепками-то соединить. А. Он их туда прицепил, ясно. Теперь. А, там что-то написано. Банк. Угу. Изучить. Деньги. Старит. Пристань. Так. Три, два. Так, что там все есть? Южный. Берег. А, берег. Адрес пристани на Темзе. Угу. Пристань 321. Хорошо. Все. Пошли ковыряться с этим. Значит, там у меня был пароль. Погатулка. Давай смотреть. Ага, мы ее же можем вот так осмотреть. Записано. Это вот первый. Значит, покрутить. Это четвертый. Вот второй. Записано. Ну, и вот третий. Я все записал. Замок очень сложный. Надо отдать должное хозяину. Юный Генри умен. Тут разные комбинации. Явно это... То ли сложить надо, то ли догадаться, почему они вот так сложены. По-любому. Это будет жесть. Методом подбора вряд ли тут получится. Это надо понять, почему он именно эти цифры записал. Вот. Ну. Короче, очень непросто подобрать комбинацию. Здесь надо именно рассчитать разницу, видимо, в них. Что, так сделаем. Пусто. Ну, судя по надписи, в шкатулке был Кольт Паттерсон. Это грозное оружие, Холмс. И, похоже, совсем новое. Дорогой Ватсон, как в комнате, так и в саду я замечаю отсутствие кое-каких вещей. Что скажете? Так, он, значит, взял футляр, оделся. В него, наверное, положил оружие. Потому что вот это все на месте. Неправильно. Начнем заново. Смысля. Отсутствие вещей. Это-то у нас все на месте. Что тебе, лопату надо? Пальто и шляпа ты сказала, их нет. Потом мы нашли футляр. Его нет. И Кольт нет. Неправильно. Начнем заново. А каких лопатой? Лопатой нету, да. Ну, да. Ватсон, нельзя терять ни секунды. Поблагодарите эту милую леди, а я постараюсь изловить нашего нового друга. Изловить? А с чего вы взяли, что он сбежал? Думаю, у этого человека психическое отклонение. Вы наверняка слышали про бедолаг, который круглые сутки пересчитывает гальку у себя под ногами или передвигает предметы с места на место по сотни раз на дню. Так вот, у племянника епископа одна из форм такого расстройства. Такой человек никогда не оставит свое обиталище неприбранным. Это для него мучительно. Однако вы видели, что творится в его комнате. Видимо, ситуация была и в самом деле чрезвычайная. И вы надеетесь его поймать? Да. Свеча еще горячая, значит, он ушел незадолго до нашего прибытия. Но больше всего меня беспокоит пропажа футляра для скрипки и большого пистолета. Мы знаем, что юноша вспыльчив. Нельзя доверять неуравновешенному человеку оружия. И уж тем более такого калибра. Вы думаете, он пошел по адресу, который написали невидимыми чернилами? Разумеется, Ватсон. А лопату он взял, чтобы рыть землю. Прекратите задавать вопросы, ответы на которые очевидны. Нельзя терять время. Так вы нашли что-нибудь, господа? Мы уверены, эти типы больше не вернутся. Спасибо. Теперь мне куда спокойней. Ну что ж, отправимся по этому загадочному адресу. Но сначала заглянем в Ламбет. В Ламбет? Это еще зачем? Там мой старый друг. Он поможет нам разыскать мистера Хэнфорда. И кто же этот друг? Тот, кто помог нам в деле, которому вы дали поэтическое название «Знак четырех». Какой-то непростой этот племянник епископа. Песеля с собой взяли. Тот самый адрес, который племянник так старался скрыть. Но как это место связано с убийством епископа? Причина ссоры между молодым человеком и его дядей кроется где-то здесь. В этом промышленном районе. Он пришел сюда сегодня не случайно. Но это огромная территория. Тут десятки мест, где можно устроить тайник. Как же мы его найдем? Старый пес Тобби. Лучшая ищейка в этом городе. Если загадочный мистер Хэнфорд здесь, Тобби обязательно его найдет. В жизни не видал такой старой собаки. Холмс, вы в самом деле доверяете его нюху? Целиком и полностью. Возьмите лодку и отправляйтесь вокруг заброшенного завода. Если племянник решит сбежать, вы с ним вряд ли разменетесь. Если найдете его, не упускайте из виду, пока я не вернусь. Хорошо. Приготовьтесь, Ватсон. Сражение начинается. Тобби славится своим чутьем. Но Псу надо знать, что искать. У нас шарки ищи Тобби, ищи. Хороший пес. Вы управляете Тобби? О, я Тобби. Прикол. Такой огромный пароход, да? А я что, так должна почувствовать? Я в смысле, будучи Тобби. А, следы. Ой. Тобби, ты напал на след. Напал, да? Пошел сюда куда-то. Так прикольно быть в Тобби. А там что, не пройти, что ли? И здесь не пройти? Я какой-то большой толстый Тобби, да? Подожди, ну следы-то были в ту сторону. Что это? Пойдем сюда. Ну тут-то нет. А, вот понюхать надо. Не думаю, что он пришел сюда выпить. Угу. Не думает он. Я вообще-то Тобби, а не ты. А, вот туда мы можем пройти. Ну да, здесь уже все. Тут как раз для меня вот спуск. Следовка-то больше нет. Во, есть. Он пошел сюда. Да. Ну видишь, какой классный пивитель у нас. Он не мог здесь пройти. Он же был ранен. В смысле, не мог тут пройти? Удерживайте левый шифр. Ну вот, да. В смысле? Он же пошел сюда, ты сказал. А, сюда, да? А? Ничего интересного. Нет. Так, он пошел сюда. Но тут не прошел, да, говоришь? Тут перепрыгивать, типа, ну, да, он ранен, да? Ну, давай побыстрее пойдем. Это что тут у нас? Лапой открыл. Так, ладно, подожди, я тут еще посмотрю. Не-не-не, тут все. Надо туда топать. Нюхай. Вот следы, нюхай. Где нюх? Почему нюха нет? Так, тут что-то все разломали. Рычаг заклинило. Ну. Отклинь. Так, двери. Что, закрыто? Возможно, он пошел куда-то сюда. А, здесь есть выход на ту сторону. А есть наверх. Закрыто. Сюда он не ходил, ну, ладно. Сюда. Он пошел сюда. А как, подожди, а как он мог туда пойти? Тут уже заклинило рычаг. Он типа прыгал? Или что? Мост был опущен, да? Видимо. А что ты мне предлагаешь? Как я перейду-то? А может, он там не смог пойти? Сейчас мы тут посмотрим. Смазка. Мы можем применить и мост опустить. Ну, все, ладно. Думаю, ничего себе, Шерлок, обалдел. Такой. Прыгай, Тоби. Я в тебя верю. Оторвалась там одна-то. Видел? Ну, тут привязать надо. Вот. Вот. Он мне не стал пускать мост. Ты что? Ой, я думала, он пожалеет, Тоби. Так, а мне надо. Ну, я поняла, мне там вот на ту сторону. Там есть такой деревянный помост. Получится у тебя сюда? Допрыгнуть. Так, это слишком далеко, да? Тупик. Так, тогда вокруг. Ясно. Они, в принципе, даже как будто подсвечены. Правильные. Так, сюда. Нет? Ну, давай. Типа с этого ракурса не видно, что далеко. Так, дальше давай сюда. Мини-игра, блин. Ну, давай. А если я его найду, то что мне делать? Громко лавить? Ну, все. Погнали. Так. А он там остался. Никол. Так. Следы. От чего ты ничего не говоришь? Не появляется этого знака, нюхать. Просто типа, что это верный путь. Раз следы есть. И куда он тут мог пойти? Нифига себе помещений сколько. Мы должны найти тайник, да? По идее. Тут что-то все подсвечено, нет? Дверь. Тобе ничего не говорит. Ладно. Пошли дальше. Тут нет следов. Нету. А что тогда делать? Где его искать? Надо те все осмотреть двери. Наверное, он зашел на какой-то склад. Так. Погодись. Никуда повыше он не мог тут перелезть, да? В каждую дверь будем подходить. Потому что я не знаю, тут следы. И потом дальше непонятно куда идти. Идти. Вот он, может быть, туда наверх поднялся, в окно. Видите, как там окно открыто. Ну? А как я это скажу об этом? Аж веревка пахнет, нет? Если он ей пользовался. Тобе мне ничего не намекает. Типа лапой тронуть или понюхать. Нету такого. Ну, это тут вот явно вот. Хотя там далеко, да, окно? Как бы он перелез. Здесь нет. Здесь тоже нет. Но это точно там. И, ну, эти лапы он нюхать не собирается. Мне нужен этот Шерлок. Ничего себе, умный пес. Давай, дай ко мне. Молодец, Тобе. Ну, что, пошли? Еловой какой. Так, ты ко мне перебрался. Сейчас мы с тобой вместе все найдем всех. Но он все равно ему не говорит, что в то пахнет. Пойдем, короче, это я знаю, к чему. Вот тут вот надо что-то сделать. Вот. Не знаю, может, отвязать ее надо. Я подозреваю вот это место. Стоит, смотрит. А я не могу, да, там не полаять, ничего тут. Ну, мой, блин. О. Он внутри. Он ушел через эту дверь. Ну. Выбивай. Заперто изнутри. Я уже придумала систему, как попасть внутрь. Пошли. Вот тут вот. Ребютка какая-то привязана. Вот надо вот тут. Оп. И он сам все делает. А ты меня наверх поднимай, короче. Или как? Да? Да? Мы внутри. Если он тоже внутри. Если он нашего песика обидит. Ну, мне, наверное, на первый этаж, да? Он же как бы там зашел. Я тут все равно еще осмотрюсь. Может, мало ли что-то подухать надо. Нет, похоже. Склад какой-то потом на складе, да? Так, что-то интересное. А, нету оружия, видишь? Или что? Какие-то молотки топоры. Мне надо его спустить. Как-то открыть ему. Умница, Тоби. Ты настоящий детектив. Так, я видела тут следы где-то на полу. Вот они. Он пошел, взял вот это оружие. Понюхай. Покажи ему, что тут вот нету, нету. Нескольких ледорубов не хватает. Ледорубов не хватает. Но мы можем ее выломать. Ломай. Чего ты ко мне иешь? Ломай. Дверь заперта. Ну, возьми что-нибудь вот тут вот. Нет, не знаю. Ой. Так. Подсказать ему новость, да? Чем ломать? И тут больше ничего нету. Ломай. Вот это шторочки какие-то тоже. Что это? Щиток. А-а-а. Это Тоби взял палку, да? Сейчас такой дверь. Ха! Ха-ха. А как он тогда вышел, если это заперто изнутри? Ничего не понятно. Так. Ты уже с другой стороны склада, да? Или как? Он пошел сюда куда-то. Тут вот его следы. Он пошел, наверное, сюда. Так. Все, я не знаю, где его еще искать. Что? Нет, тут все заставлено. Так. А тут тоже. Не пройти. Ну, следы-то как будто шли сюда. Вот в эту сторону. А-а. Может, вот это понюхал? Он взял багор и отхватил кусок пожарного шланга. Угу. А что это нам о чем-то говорит? Он что-то много всего набрал. Подожди, пойдем теперь сюда. Так. И тут нет. Что-то я застряла. Так. Везде вагонетки эти. Куча всего. Тут закрыто. По идее, все на цепь. Тоже он не мог пройти. Вот это что такое? На ту сторону? Опять Тоби переправлять. Так. Ага. Ну-ка, стой, подожди. Я вот следы нашла. Ну да, он пошел туда. Эй, так. Короче, он как-то попал на ту сторону. Наш дружок. Судя по всему. Он наверняка с той стороны ворот. А я теперь как? Должна туда попасть. Тут все сломано. Лучше туда не спускаться. Там такая жуть. Конечно, я не буду туда спускаться. Вот намекни ему. Пес такой отчаянный вообще. Так, он перебрался сюда. Дальше куда он мог пойти? Дальше он пошел вот в эту сторону. А мне тебе что, как-то открыть можно, да, решетки-то? Он ведь не сможет пройти. Шерлок-то. А я не могу тебе больше ничем помочь. Так. Доведу сюда. Сюда. И сюда, да? Ну да. Подожди, а мне надо придумать, как его переправить, что ли, сюда? Почему я опять одна? Один Тоби бегает. Почему так? Ну, следы показывают сюда. Вот тут вот. Блин. Мне надо придумать. Толкни. Мне надо придумать, как его протащить сюда, да? А никак. Там ворота закрыты. Так. Ворота закрыты. Решетку эту он не может ему открыть. Ну да, я так и думала, что что-то с телегой надо сделать. Чей-то груст, блин, нафиг. Расфигачили. Так. Ты с этой стороны. Мне тебе намекнуть, что он пошел сюда? Не пахнет. Точнее, он ничего и по другому поводу не говорит. Ну. Ты пришел. Вот тут, короче. Запрыто изнутри. Да что ж ты будешь делать-то? Все за собой закрыл. Мне сюда тогда, наверное? Наверх? Нет? Какой я его не перс? Тоби, не прыгай. Найдем другой способ. Это какой? Выбивай дверь. Как это не прыгать? В смысле не прыгать? Э. Я не могу. Я не могу туда попасть. А какой еще-то способ? Там дверь закрыта изнутри. Сам давай сюда. Тоби, не прыгай. Найдем другой способ. А он тоже. Тоби, не прыгай. Найдем другой способ. А он сюда так и попал, между прочим. Нет, какой другой? Ну говори. Ты ж у нас сыщик. Какой? Тут закрыто. Заперт. Заперто изнутри. Наверху говорит, не ходи. Я не знаю. Какой еще способ он хочет? Так. Ну в это здание можно вот тут только пройти. Ты видишь же, что там все закрыто? Остальное. Ты думаешь, вот тут? Какой он еще хочет? Э? Здрасте. Я не знаю. Ватсону главное отправили. Он плавает там. Вот он бы помогал тебе тут найти другой способ. А ты можешь сам туда подняться? И это... Проверь, что ли, меня поймаешь? Это как мы это будем делать-то? Заперто изнутри. Да. Я тебе подсказать, что ли, чтобы ты шел за мной? Я не знаю. Это окно закрыто. Тут его следы. Тоби, не прыгай. Найдем другой способ. Тоби, не прыгай. Найдем другой способ. Способ он найдет. Ну ладно, найдем, но уже в следующей серии. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. И увидимся в продолжении. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok